Ну, в общем, есть одна небольшая надежда. Топливо может подешеветь, если Минфин добьется понижения акцизов на бензин на 3000 рублей, а на солярку на 2. Возможно, это произойдет ближе к июлю. Ну, а пока нам всем нужно мужаться и терпеть. Ну и, конечно, недоумевать, почему стоимость топлива никак не регулируется. Большинство оренбуржцев это уже порядком возмущает. Конечно, должно, потому что все чуть летит куда-то непонятно. Выросло, капец. Если раньше там полторы тысячи на бензин на полный бак, то сейчас почти 2 рубля. Заправляться часто приходится, поэтому ощутимо на кармане сказывается. Поэтому, да, считаю, что должны регулировать. Однозначно. Потому что слишком большие цены. Ну, сомневаюсь. Ну, хотя, не знаю. Вообще, наверное, мне кажется, это частная компания, и частный бензин, и все фирмы частные. В общем, есть государство. Непосредственно, потому что в нашем государстве имеются самые большие запасы нефти. И мы продаем нефть другим странам по дешевке, а своим же продаем за 40 рублей. Я заправляюсь там лично. И как-то это вообще, ну, по деньгам выходит очень много. Нет, не должно. Все в частных руках, поэтому частники сами регулируют. Государство брало в свои руки уже 73 года назад, и не получилось ничего хорошего. Обязательно. Бензин, я думаю, должен быть гораздо дешевле, чем у нас сейчас. Даже в сравнении с Украиной, это страна, которая претерпевает сейчас, в общем-то, ужасный кризис. И положение, я думаю, гораздо хуже, чем в России. У них солярка на сегодняшний момент стоит 28 рублей. И у нас, получается, солярка стоит практически чуть ли не в два раза дороже. Если будет государство регулировать, соответственно, и цены будут более стабильные. Самый дешевый бензин идет сейчас в Венесуэле. Если на наши деньги переносить, это где-то 50 копеек за литр. И сравнить с нашими ценами. Но в Венесуэле там уже государство все это регулирует, поскольку я знаю. По мере потребительства, конечно, должны, обязаны. Почему? Народ обращается, народ пользуется. Живем, безусловно, в такой среде, и это должно намного дешевле быть. Мне кажется, должны. Сейчас зарплаты маленькие, соответственно, не все могут себе позволиться. Поэтому легче пешком даже ходить, если так смотреть. Вообще должны, потому что цены на бензин повышаются очень резко. Зарплаты маленькие платят. Но дзюдо в пенсии тоже маленькие. Потому что цены повышаются очень резко. При снижении мировых цен на нефть стоимость одного литра бензина во всех странах падает. А у нас она растет. Не поднял почему. Сейчас пообещали, что акцизы будут снижены на определенные суммы. Я не помню, там цифры какие. И вроде как у нас цена на бензин снизится. Но она для этого и поднимается сейчас. Для того, чтобы потом снизиться на ту сумму акцизов, которую снизят. Ну, все очень просто в нашем государстве.